В конце прошлого года информационный портал ИСТР РФ снял первый сюжет об этой свалке в Мансурово. 22 сентября нынешнего года здесь случился пожар. Сегодня сюда приехала инспекция с проверкой. Если вам кажется, что вот эта свалка за моей спиной – это все, это ошибочное мнение. Специально для вас мы сняли с квадрокоптера, чтобы показать все масштабы бедствия. Напомним, данный участок, стихийно превращенный в свалку, входит в зону охраны объекта культурного наследия регионального значения. В нескольких шагах от церкви Николая Чудотворца открывается совсем не радующий глаз панорама. Прихожане храма также участвуют в решении проблемы. Свой осмотр Евгений Ясенев, главный специалист отдела проведения контрольных мероприятий Главного управления культурного наследия Подмосковья, начал именно с этой площадки. Там не один участок. Здесь их раз, два, три, четыре. Четыре у вас? Тут четыре, да. После чего отправился на саму территорию. По предположению местных жителей, именно через этот шлагбаум заезжают мусоровозы. Первый раз из ТРФ зашли так близко. Но пока нам удается проходить дальше, посмотрим, не выгонят ли нас. Как мы уже видели, со съемок сверху территория огромная. На нашем пути встретилась одна весьма дружелюбная собака и мужчина, не заявивший желание представиться нам. Он издалека снимал нас на телефон, пока мы исследовали свалку. Здесь собраны не только твердые отходы, но и бытовой мусор. На дороге виднеются следы от тяжелой техники. Появилась версия, что свалку пытались засыпать. Земля перекопана и видны навалы. Расыпают все, скрывают следы бон деятельности. Масштабный пожар на свалке вызвал массовое возмущение жителей окрестных деревень и поселков. После происшествия очаги возгорания еще несколько дней беспокоили жителей. Специалисты МЧС были вынуждены обратиться за помощью к сотрудникам мусоровского карьера управления. По имеющейся у нас информации, владелец территории воздержался от помощи в ликвидации последствий возгорания. Горел очень сильно. Мы большой очень бульдозер в идеале, ну такой мощный, карьерный. Там, по-моему, немножко экскаватор работал. Иначе там просто задохнулись бы все. Отметим, что в середине 80-х данным участком владела именно эта организация, после чего его выкупила интерферма. Современное производство Мансуровская карьера управления, которое включает также и разведение форели, находится недалеко от свалки. Может ли мусорный полигон нанести урон экологии предприятия? Пруд-то у него очень далеко, и там водоносные слои наоборот идут, не в ту сторону, там по делу под основе. Но нам интересно, так как мы боремся за чистоту, за экологию, и как-то это рядом с храмом, который мы, собственно говоря, содержим, храм, правильно? Мы уже устали бороться с этой свалкой. По информации местных жителей, каждый из четырех земельных участков с различными кадастровыми номерами принадлежит одному человеку, физическому лицу. Приобретены они были в начале нулевых годов уже у интерфермы. Вот их кадастровыми номерами, владелец Гринберг Алексей Владимирович. Он где-то? Единственное, всех четырех. Именно этот владелец дает их в аренду компаниям, которые после получения штрафов на сумму выше миллиона рублей объявляют себя банкротами. Нашей съемочной группе не удалось до него дозвониться. Попытки оштрафовать их приводят к тому, что лица банкротятся, юрлица, открываются новые юрлица, которыми также заключаются договоры аренды, и эта работа продолжается. Слава богу, у нас общественная палата поучаствовала в городском округе активно, и вы, как телевидение, освещаете данную проблему. Мы сегодня заметили, что помойку отсыпают. То есть пытаются, если она не сгорит, то хотя бы ее засыпать. Мы видим, что работа по уничтожению улик и самого мусора продолжается. То есть они не вывозят его, они его хоронят. Для нас это, в принципе, неприемлемо. Безусловно, в охранной зоне его нужно рекультивировать, нужно просто вывозить. Также напомним, что в середине июля в ходе проверки данного места сотрудниками полиции Министерства экологии Московской области арендатор был привлечен к административной ответственности, а также возбуждено уголовное дело. В ответном письме начальник управления Государственного экологического надзора заявил, что завоз отходов, производства и потребления на земельный участок прекращен, а также ведется патрулирование сотрудниками полиции. К слову, в процессе проведения съемок мы не увидели на месте людей в форме. Из наших декабрьских съемок с квадрокоптера видно, что свалка значительно увеличилась в размере за 10 месяцев. Не будем утверждать наверняка, но в ходе осмотра территории мусор нам показался недавно привезенным. Все проверки зафиксировали нецелевое использование земельного участка, создание угрозы жизни и здоровью граждан, разрушение земель и почв. К сожалению, в данном случае знание далеко не сила, ведь о проблеме известно и руководству Костровского территориального управления и окружной администрации. Одной из первых забило тревогу именно начальник территориального управления Костровская Елена Раева. Вести ли случаи сброса несанкционированного мусора и прошла такая информация, что деревня Корсаково опять возобновили начальную работу свою. По полигону тому, которому мы работали там, интерферму вообще. Значит, пожелали совместно с сотрудниками полиции осуществить проверку. В завершении осмотра сотрудник главного управления культурного наследия Подмосковья Евгений Евсенев подтвердил факт нарушения зоны охраны и пообещал помочь разобраться в ситуации. Обращаться в госадминтехнацию, функции, которая входит следить за состоянием территории. Эти мусорки, они отдаленно напоминают свалки стихийные. Наверняка это регулированная свалка. Шлагбаум стоит по желанию или по необходимости, он открывается и пускает машину. Поэтому это явное нарушение зоны охраны объекта культурного наследия церкви. С этим будем бороться. Почему же так получается? Вся Истра сочувствовала волоколамцам, а у нас самих буквально под носом возникла свалка, едва ли не уступающая по масштабу полигону Вьядрово. Следите за дальнейшим развитием ситуации.